всем привет друзья сейчас мы слова нам собираем рамки собираем сбиваем натягиваем проволоку и хочу вам показать видео которое вы сейчас смотрите как мы натягиваем рамки проволокой мы это сами увидели на канале youtube у влада белозерова с россии владу привет и большое спасибо за это видео потому что оно было основным на котором мы опирались мы сам влад конечно же это видео подсмотрел а мы посмотрели у влада мы его этот способ сделали давно ну как-то все нету времени для съемки и вот проволоку мы зимой не натягиваем мы занимаемся это в сезоне с весны до осени когда есть свободная минутка часик 2 мы сбиваем рамки натягиваем рамки навасиваем потому что ну зимой мы в городе с весны до осени мы на пасеке так вот посмотрели мы видео у влада по натяжке рамок проволокой и нам очень понравилось мы как и все пчеловоды натягиваем рамки в вручную обычным способом но у лада мы увидели как он натягивает рамки проволока проволоку натягивает в рамки степлером у нас лично есть было два степлера но мы специально купили третий степлер чтобы использовать его именно под натяжку проволоки и я вам скажу нам очень понравилось очень быстро очень круто это видео может кто-то его и смотрел уже но я думаю лишним не будет потому что не все подписаны на того или иного пчеловода поэтому промышленникам я считаю это вообще крутая бомба посмотрите и примите к сведению возьмите на вооружение даже не промышленникам скажу вам так кто даже там держит 50 семей 100 семей этот ну классная тема стоит недорого поэтому пошлите я вам покажу вот идем мы нашу импровизированную столярку слова привет можно тебя поснимать сейчас для видео смотрите друзья славы собирает проволоку рамки натягивает проволоку вот обычным стать лайк ты не спеши сейчас все покажем тут спешка ни к чему ну друзья скажу вам так нам очень понравилось почему потому что легче быстрее ну как минимум в два раза это чтоб не соврать ну вы сами понимаете что это намного быстрее натягивать проволоку нежели в вручную так словом давай я покажу ты пока что нашли у нас была столешница мы сделали упоры и ну как бы ничего вообще сложного нету купили степлер если кому будет интересно мы можем снять отдельное как мы что мы тут сделали с ним обычный степлер дешевый под рамки который бьет скобу от десятки спинка в него нет у нас вот то есть 58 это ешечка то есть скоба длина его 12 миллиметров степлер мы минимально переделали то есть мы практически ничего там не сделали не не угробили его тросик купили под тросик и все слова давай покажем людям как мы сбиваем а потом я пользуемся мы проволокой 321 марка стали нержавейка 05 вот такие бухты в данном случае это бухта на 7 килограмм перед этим нас была бухта на 10 килограмм смотрите славик ставил подожди славик ставил рамочку мы ее закрепили она чтоб не двигалась рамочка не прыгала она в шаблончике таком вот у нас закрыва шички которые держат рамки здесь у нас видите упорчик чтобы рамка подгибалась это чтобы рамка не уходила вправо влево то есть все насколько примитивно и обычные эксцентры которые видите зажимает рамочку ну и степлер я сейчас покажу у нас тут очень мало места ну славик ты не спеши так чтобы просто тут и не удобно как бы для съемки то есть сделать обычные болтики вот эти чтобы упирать в ну как чтобы проволока была тянута более правильно ровно то есть это как ограничители куда нужно ставить степлер ну видеоператор с меня очень потому что по сути вы ничего не видите что там происходит смотрите славик обрезает рамочку одну проволочку отпускает его с эксцентрика и рамочка сама натягивается можно как на гитаре играть да славян конечно ты умничка так а теперь давайте я вам покажу пубы реку что мы изменили просто изменили добавили тросик то есть ничего не изменили а добавили вот это чтоб держал тросик здесь мы в степлере славик у нас сварщик слайк покажи чуть-чуть так я буду снимать и ты здесь мы в язычке приварили вот такую маленькую штуку ну вот видите она что проволока никуда не гуляла ой плохо видно короче дырочка там у нас есть и прорезали под под проволоку прорезь сделали чтобы проволокой шла видите вот вот здесь у нас прорези и все и проволока никуда не уходит получается на посредине скобы все время ну и видите она как бы не надо ее направлять ничего и вот здесь мы у нас на охранители мы сняли предохранитель вернее не ну да сняли предохранитель чтобы он не мешал нам мы просто сняли и вот славик вырезал вот такие вот славик но подержись так и мне неудобно вот такие ушки которые ставятся под углом они можно регулировать в разные там 45 градусов и так дальше получается вот когда мы ставим друзья вот видите ставим то есть чтобы ставилась правильно под нужным углом и теперь слайк став рамочку на тебе степлер я покажу давай рамочку сейчас покажем как она как она работа вот сюда мы видите друзья ставим и получается подгибаем закрываем и не подставок просто чтобы было более понять и получается вот этот упор мне вообще неудобно тут для съемки вот этот упор у угол видите как получается то есть и степлер у нас часа тут сюда залезу но вот так будет более видно вот этот угол и дает у нам чтобы скоба била по центру рамочки нашей по боковушечки то есть ну это вырезается мы вырезали чуть помучились да ну чтобы подобрать более точно потому что ну с другой стороны когда найти как первый раз вроде бы делаешь страшно потом она все легко и просто вот и все видите это чтобы рамочка не уходила влево вправо ну то есть на изгиб когда мы и подгибаем эксцентриком ну и вот так избиваем очень быстро очень круто давай снова еще покажем заряжать еще покажем я сейчас как-то залезу нас просто тут тут рамки видите подожди столярка нас очень неудобно здесь просто мы не готовились к съемку можно было бы вынести на более более какую-то местность давай я сюда залез с этой стороны может что-то бухта которая крутится зашла она у нас в стол дальше ну с по тросика и до степлера и вот здесь вот так проходит выходит она с носика ну давай славка славик прибивает получается проволоку верхнему бруску потом идет сбоку потом упирает и в болтик ведь и прибивает скобу ну как получается как швейная машинка прибивает прибивает то есть вообще все примитивно прибивает 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 руками видите он в одной перчатке поджимает чуть-чуть проволоку и отрезает ну-ка концы загибаем все отпускаем эксцентрик и играющая рамка ну я не знаю ну это я вам сказал что в в два раза быстрее ну слав вот насколько быстрее ну минимум раз пять наверное но если то есть легче нас во первых легче и быстрее и для того кто натягивает сотни рамок нужно быстро то есть ну вообще суперская тема поэтому большое спасибо владу белоздерову который посмотрел видео у виктора папа на канале мед карпат по моему и там они были на выставке где-то в румынии или где-то были не неважно где и там бы было это видео ну и она распространилась мы посмотрели получилось что степлер мы купили за 800 гривен фирму не буду говорить чтобы не было рекламы потому что рекламу у нас никто не будет не любит проволоку тоже мы купили на заводе мы покупаем бухтами потому что в два раза дешевле выходит и тросик купили тросик 20 гривен степлер 800 гривен и скобы мы покупаем итальянские там 12 миллиметров скоба заходит под углом 35 радусов она не выходит здесь ну если выходит где-то что брусочек боковушка чуть-чуть может тоньше там может чуть-чуть выйти ну держится слышите друзья держится очень крепко в принципе очень понравилась натяжка выдернуть ее трудно влад там показывал на канале как он там гири подвешивал мы гири не подвешивали ну реально классно то есть реально крепко да ну если будет какие-то друзья вопросы поэтому всем не то что вопросы отвечать на вопросы скажем сейчас нам некогда снять более более комфортно и правильно как мы изменились степлер то с ними если что но классная тема еще я хотел сказать не нужно дыроколить то есть у нас тут стоял закрепленный дырокол вот здесь на столе теперь мы его убрали и отнесли на полочку на шифонер все вот такую нашли столешницу и вот так мы сделали все примитивно просто брусочки ну вот это славик сварил уже на сварщик модный и все степлер купили ну компрессор у нас был все что надо было купить это степлер и тросик со скобами круто очень круто поэтому принимайте на вооружение друзья все кто даже небольшое количество я думаю это очень очень классная тема вот как то так и удобно сэкономить и можно сэкономить на дыроколи который стоит немало денег и купить степлер да ну реально можно два купить у нас степлеров несколько вот покажу вам это мы купили специально степлер под и они все в упаковках он здесь у нас степлер есть слава помоги достань там 2 степлер у нас есть степлер с постом очень крутой степлер ну я его пожалел для этого дела пылью припал надо сдуть ну ладно уже скажу какой мы степлер покупали для натяжки провалки миол мы покупали миол на розетке пускай будет реклама теперь розетки вот такой миол бьет написано 5,7 скоба от 10 до 40 миллиметров мы его купили он работает вот нас есть интертул но тут он нам не подошел вот да кто захочет миол вполне подходит этого дела кто в кого есть деньги я не знаю с фастон он стоит дорого там в районе 6000 по моему поэтому такой рекомендую кто хочет купить его для для серьезных там нужд а вот это то что не жалко даже если он выйдет из строя 800 гривен это не те деньги ну если дырокол стоит там две тысячи то степлер стоит 800 и короче у нас три степлера которая работает один одним мы сбиваем рамки а вот этим натягиваем все друзья с вами был словен кому понравилось видео ставьте лайки свои покажи как лайки ставить вот так лайки ставить а кому не понравилось ставьте дизлайки показать как ставить дизлайки вот так все слова давай работай а я сниму снимать все закончил видите друзья словик не успевает сбивать рамки вину смысле переносить для натяжки все с вами был и я иван фабро принципе если там нужно будет по видео по изменениях степлера ну какие-то вопросы в принципе зайду отвечу все с вами был вам фабро канал фабро всем приятного просмотра которого посмотрели не что-то я заговорил всем спасибо за просмотр до новых встреч пока а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА